Это невозможно было сделать за один месяц, за один год. Свою нацию просто перемалывали. Пришли избушники и забрали одного и другого. Кто их на самом деле мучил? Кто использовал их как живые щиты в леденадцатике, эти фашисты? Я понимаю, что это делается руками американцев. Враг звереет еще и потому, что находится постоянно под наркотическими страницами. Я сегодня это не сделаю, завтра моим детям придется это разгребать. Враги будут и утром, и днем, и вечером и ночью. Враг еще не знает о том, что они нас еще больше разозлили. То, что сейчас происходит, конечно, это невозможно было сделать за один месяц, за один год по щелчку пальца. Это готовилось уже много-много лет. Это была такая махина, которая работала по всем сферам, по всем направлениям и со всем населением. То есть они реально готовились к войне с Россией, целенаправленно готовились к войне с Россией. Мы берем военных, трясем, вот часть из них пленные, часть из них это те, кто сдались, сами сдались. И одни и другие говорят, ну понимаете, нам объясняли, нам вдалбливали, что вы враг, что вы, так сказать, уничтожите, что вы хотите встретиться с лица земли. Мы освободили школу, мы открываем учебники. Я читаю историю и вообще не понимаю, где я нахожусь. Там вообще все другое. Великая Отечественная война совсем по-другому описывается. Отдельный учебник, говорящий о том, что там украинцы это самая древняя нация, что они там самые первые на Земле появились. То есть они целенаправленно свою нацию просто перемалывали, просто они ее форматировали под так называемые натовские стандарты. Это страшно, это просто страшно. Настолько людей зомбировали, настолько военных переформатировали. Вот даже взять, например, ликвидировали там блокпост очередной, попастный, на который мы обнаружили людей, подготовленных по стандартам НАТО. Уже при досмотре этого опорного пункта и уничтоженных националистов были обнаружены интересные документы. Наряду с документами украинскими, которые идентифицируют личность. Тут у нас Щербак Геннадий Александрович. Много у него сертификатов всяких разных при себе было. Вот он здесь написан специалист, специалист третьего класса. Здесь свидетельство того, что он прошел огневую подготовку. Ну это прям конкретная натовская группировка, в которой ходили там американцы, Великобритания, Дания, Швеция, Латвия, еще куча стран. И вот эти инструктора много-много лет не просто приезжали, они жили здесь и тренировали военнослужащих Украины под стандарты принципа НАТО. Они их просто вот как флешку взяли, отформатировали полностью и начали заново перезагружать. Мы видим сколько здесь не просто окопов, вот вырывается яма там 5-6 метров глубиной, туда ставятся железнодорожные вагоны, сверху заливается бетоном, сверху ставятся бетонные доты и там ставятся управляемые пулеметы крупнокалиберные. То есть люди сидят вообще внизу под бетоном в этих вагонах, у них там вытяжка, кондиционеры стоят, мониторы. И они как в компьютерной игре с джойстиками просто управляют и расстреливают все живое. Причем не разбирая там мирное это, не мирный, а просто все те, кто попадают в их сектор обстрелов. Но это как бы тоже не делается за год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова